Сегодня мы хотели несколько тем затронуть и те, которые связаны с, собственно, деятельностью РДК, которая является непосредственно военной и с рейдами, которые последние были, после них выступления были с пресс-конференциями, представители Легиона, Свободы России, Сибирского батальона, соответственно, РДК, но и одновременно кое-какие вопросы, которые параллельно нас интересуют. Ну, давай тогда начнем. Смотри, вот есть ли там то, что можно сказать относительно завершившихся этих рейдов, которые были, начиная, ну, так, ближе к 17 марта, связанные с действиями боевыми в Приграничье в Белгородской области, Курской и так далее. Как можно в целом оценить последствия этого всего и ход того, что там происходило? Что бы ты сказал? Ну, я, во-первых, предлагаю нам с тобой придерживаться названия всех этих минувших событий. Мы решили назвать это «Ограниченной военной операцией». Не вопрос, вообще дело не в названии. По аналогии со специальной военной операцией. Вот, в конце концов, да, в эту игру можно играть вдвоем, как говорится. Да, тем более, раз бои были настолько продолжительными, настолько интенсивными, это действительно больше, нежели какой-то, да, огневой налет, огневой рейд. Целей мы всегда преследуем несколько. Безусловно, это цели военные. Тут, наверное, проще всего. Понятно, что после авдеевских успехов для Министерства обороны Российской Федерации было очень важно успехи эти развивать. Да, фронт был нестабильный на авдеевском направлении. Противник везде пытался довольно агрессивно атаковать, продвигался. Поэтому нужна была какая-то операция, которая бы, как минимум, этот атакующий потенциал, да, сбила. Нужно, я всегда говорю, да, для того, чтобы погасить пожар, который раздуваем мы на территории Российской Федерации, нужно откуда-то брать пожарных, да, соответственно, бойцов, которые, солдат противника, которые должны были наши действия сковывать, нужно откуда-то брать, да. То есть их можно либо мобилизовать специально, либо взять их с какого-то другого участка фронта, что, в принципе, и произошло. Что мы знаем доподлинно? Порядка 323 кабов было сброшено на территорию Российской Федерации, которая находилась под контролем наших бойцов. Соответственно, этих кабов очень сильно где-то на фронте не хватило. Фронт, в принципе, стабилизировался. Параллельно с этим немножко удалось бойцам вооруженных сил Украины расширить плацдарм в районе Крынок. Ну, в общем, да, чисто военную задачу мы выполнили. Безусловно, параллельно с этим уничтожаются вооруженные силы, да, которые находятся в регионе. Это живая сила, это склады БК, это непосредственно техника. Мы приводили список, потом приводили уточненный, дополненный список. Пленные, да, снова пополнили обменный фонд. Тут все по классике. Ну, я не буду перечислять там какое-то стрелковое вооружение, которое получилось нам затрофеить, да, скажем так. К сожалению, в этот раз не смогли мы БТР-82, как в прошлом году, увезти, да, с территории противника. Но, тем не менее, парк наш пополнился Ахматом, да, это укрепленным военным грузовиком. Вот, Тигр у нас тоже появился теперь. В общем, мы продолжаем доверять отечественному ВПК, поэтому атаки такого рода... Венторг, 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 да, работает. Вот, атаки эти, безусловно, будут продолжаться. Понятно, что у этого всего была и политическая, да, в какой-то степени такая эмоциональная задача. Меня очень много журналисты западные спрашивали, а вот привязки к выборам. Я пытался до них донести и сказать, что, ну, мы в целом какой-то конкретной привязки именно к выборам не искали. Понятно, что это никакие не выборы, понятно, что там никакой интриги нет, и все там абсолютно очевидно. Просто, безусловно, система, да, под названием Российской Федерации в эти дни была наиболее уязвима, потому что она была дополнительно напряжена, да, пыталась отразить все возможные атаки, там, и зеленка, и чернила, и все подряд. Да, и тут вдруг заезжают парни, там, на танках и бронетранспортерах. Вот, поэтому, безусловно, система была наиболее уязвима в это время, поэтому мы, в принципе, и использовали. Ну, и, конечно, уже теперь окончательно стало понятно российской стороне, что отмахнуться от нас, да, или, там, сделать вид, что мы, там, какое-то подразделение, которое существует только, там, в ТикТоке или, там, в Телеграме уже невозможно, да. Путин два дня подряд, значит, там, тряс кулаками и призывал все возможные силовые структуры, значит, нас карать по законам военного времени, да, как он сказал, нету в стране смертной казни у нас, но я прошу, прошу относиться к ним, как если бы они были на поле боя, да, сыпали там во все, значит, терминами власовцы и предатели и все такое. Ну, вот, то есть, что важно отметить, путь от, значит, нас нет вообще, мы там какая-то, значит, группа оголтелых непонятных горовских марионеток, до мы уничтожаем по 500 боевиков РДК каждый день, мы прошли, там, за полтора года. И это очень хорошо. То есть, ну, с нами теперь уже невозможно не считаться. Это важная политическая и пропагандистская цель, которой мы добились. То есть, безусловно, каждый раз после таких операций мы испытываем определенный приток интересующихся, да, мы испытываем определенный приток новых рекрутов, люди гораздо активнее финансово начинают нам помогать. Ну, то есть, с этой точки зрения, безусловно, это тоже все себя оправдывает. Ну, да. Слезает сказать, что вот эта попытка сначала представлять как пропагандистский проект, она действительно провалилась. Безусловно. Ну, конечно, потому что, ну, а, собственно, кто тогда воюет? Если вы сами уже реагируете, а это же отраженное мнение, отраженная позиция Путина и, там, ФСБ и всех остальных, она же, в общем, отражает серьезность противника. Безусловно, безусловно. Навальному понадобилось 23 года для того, чтобы, да, изнес его фамилию, то это произошло, к сожалению, после смерти Алексея. Нам понадобилось полтора года, и Владимир Путин так активно, значит, стал нас упоминать и после победы на выборах, и сразу при общении с органами госбезопасности. Поэтому, конечно, да, это признание на самом высоком уровне. Ну, вот смотри, после каждого такого рейда или вот такой ограниченной операции, Москва заявляет, ну, больше этого не повторится. Ну, в том или ином виде. Заявляла раньше, когда был Белгородский рейд, там, Курск был, там, то и так далее. Сейчас они даже этого так, в общем, и не говорят, что это невозможно в принципе. Понимаешь? Мне вообще очень понравилась, как бы, фраза и факт, на которые не все обратили внимание, потому что, да, было очень много событий, много информации, много дезинформации. Но глобально Министерство обороны Российской Федерации отчитывалось о невероятных успехах на Белгородском направлении. В Белгородском направлении, по сути дела, да, мы смогли открыть новый фронт, новое направление, на котором, безусловно, феноменальные успехи показывает Министерство обороны Российской Федерации. Но это направление, этот фронт уже проходит по территории Российской Федерации, если вдруг кто не понял, что такое Белгородское направление. То есть, по сути, мы превратили теперь уже окончательно государственную границу, линию фронта, и это, ну, это очень важно. То есть теперь еще больше сил будут находиться в постоянном напряжении на территории государственной границы, на линии, грубо говоря, разграничений, если можно так сказать, теперь между двумя странами, где раньше была просто государственная граница. Ну да, нет, ну понятно, что это граница своя, чем государственная, в которую они сами вторглись, собственно говоря, если говорить об Украине, поэтому обычной границы она и не могла никогда быть, но вот так. Вот смотри, по ходу есть еще один важный вопрос, поскольку мы коснулись реакции Путина, особенно на брифинге, а потом и после 22-го называли, что чуть ли не РДК имеет отношение к теракту 22-го марта. Ну, это вообще дико звучало все, да. Сейчас, кстати, вот буквально вчерашняя статья в Вашингтон-Пост, где говорится о том, что им передали не только название организации террористов, а даже там, где пройдет теракт, это просто феноменально. То есть им сообщили, что действительно теракт будет на территории Крокус-Сити-Холла, и как это, за две недели. Ты понимаешь, и организация, и место. И я уверен, что еще нам не все американцы, правда, рассказали, возможно, в этой бумаге там еще и фамилии какие-то даже дали. Они исключают теперь уже, понимаешь. Я к тому, что он сначала со старта Путин озвучил о том, что было окно на границе, если ты помнишь, буквально. Да, безусловно. Вот ты, поскольку на этой границе находишься, это Брянская, это Курская, это Белгородская область, что там происходит? Какой белый Рено может проехать через эту границу? Ну, начнем с того, что засвеченный автомобиль, такой приметный, как белый Рено, мчится целых 300 километров в сторону границы. Причем, в первую очередь, в сторону российско-белорусской границы. Мы тоже, допустим, бог с ним мчится, он в сторону границы, значит, пускай будет украинской. Значит, что люди пытаются во власти российской нарисовать, какую картину, значит, мчатся эти господа террористы на своем белом Рено. И мы в этот момент там растянули, значит, колючую проволоку, поглядываем на часы, звоним им, парни, ну давайте скорее. Тут уже как бы сейчас шумно, то есть несколько часов группа вооруженных бойцов русского добровольческого корпуса стоит на границе, да, ждет, поглядывает на часы, позванивает. Ну как вы там, парни, давайте скорее, а в это время мы что, находимся в полном вакууме, то есть там Федеральная служба безопасности не бдит, да, не видит в упор группу, которая держит окно, да, на границе, на супер охраняемой границе между, как ты правильно сказал, двумя воюющими государствами. То есть мы там сидим там, так, давайте скорее, скорее, да, и вот они летят эти 300 километров. Нужно сказать, что после марша Пригожина ключевые направления укреплены блокпостами, а как ты понимаешь, самая короткая дорога от государственной границы с Украиной до Москвы, безусловно, это направление опасное, поэтому, конечно, там тоже и блокпосты, и блокпосты с собаками, и камеры, и все, и все, и все. И, тем не менее, эти господа, значит, спокойно покидают ближайшее Подмосковье, мчатся, никто их не останавливает и ловит их. Наконец, кстати, проявил себя Ахмат Запад, потому что в течение всей нашей ограниченной военной операции мы так и не увидели бойцов подразделения, да, Ахмат Запад, которые после нашего прошлогоднего захода клялись и божились, что границы на замке, все под контролем, показывали там разные интересные ролики, как они по сараем, там, значит, ловят террористов каких-то. Я поэтому себя в канале написал, наверное, через несколько дней после начала ограниченной военной операции, а где Ахмат? А Ахмат, оказывается, помогал обезвреживать террористов на российско-белорусской границе, вот, где себя бойцы спецподразделения проявили, проявили блестящим образом, там, если это были они, то они там резали уши, да, избивали этих несчастных таджиков. В общем, ну, в любом случае, картина не успеется, да, то есть, либо у вас, парни, граница на замке, и никто не проскочит, не заскочит и не выскочит, либо там границы нет как таковой, тогда нам не нужно там присутствовать, чтобы ее там держать какое-то окно, да, то есть, ну, логики тут никакой нет, и бесконечное вранье и позор. Ну, мне вообще, я, ну, честно тебе сказать, не думал, что настолько глупую упрямство будет проявлять военно-политическое руководство России и пытаться привязать этот теракт к украинской стороне после того, как, ну, уже все, да, то есть ИГИЛ на своем канале, на Амаке выкладывает заявления, выкладывает заявления на грудных, ну, уже все, все равно Украина. Ну, это, то есть, если ты помнишь, там сначала были разговоры о мужчинах с славянской внешностью, с накладными людьми, да, то есть я для себя лично сразу провел параллель с нашим первым еще брянским заходом, когда было огромное количество подтвержденной информации о том, что мы расстреляли школьный автобус полный детей, девочку расстреляли, мальчика ранили, фенчера взяли в заложники, клали людей на землю, заставляли их кричать «Слава Украине!». Ну, в общем, я в этом плане испытал, знаешь, такое очень серьезное дежавю, потому что я понимаю, насколько сильно хочет отечественная пропаганда использовать такой, ну, естественно, громкий повод, да, чтобы еще сильнее, там, да, подлить масло в агонии этой войны, но оно уже настолько сильно не клеится, но, видимо, они в какой-то включили уже режим, им абсолютно все равно, клеится, не клеится, все. И, кстати, недавно было какое-то исследование, которое показало, что половина населения России, которые эти послания услышали, поверили в привязку Украины, ну, даже не в привязку, а в то, что террористы действовали, значит, по наставлению Украины. Очень обидно. Видимо, там уровень отупения действительно запредельный в России. Не, ну, там коктейль из страха и отупения, и отношения внутреннего сознания, разложения, потому что, ну как, это 25 лет даром не прошли, другое дело, что, ну, действительно, мы для себя и для тех, кто хочет услышать, мы эти факты анализируем лишний раз, для того, чтобы, ну как, они говорят, что РДК осуществил этот теракт или имело отношение и так далее, но мы же формальную логику не собираемся игнорировать, будем все равно эти факты обозначать. Многие говорят, вы слишком много уделяете этому теракту 22 марта, но мы обязаны это делать для того, чтобы... Нет, безусловно, безусловно, безусловно. Причем, я хочу обратить внимание, в порядка 11 утра появилась новость о разгроме ячейки РДК в, если я не ошибаюсь, там в Москве или в московском регионе, и там показали кадры, как правые сотрудники ФСБ довольно вальяжно кладут в пол каких-то там, ну, не знаю, школьников, подростков, потом, оказывается, показали роскошный совершенно арсенал, там деревянные палки, аэрозольный пистолет, три ножа, мечи, значит, муляж пистолета, ну, в общем, страшный, страшный совершенно террористический арсенал. Значит, ячейку эту они нашу разгромили, лишний раз напомнили о своем, значит, всепроникающем присутствии, и через 6 или, там, 7 часов происходит страшный, самый страшный теракт в новейшей истории Российской Федерации. То есть получается, что вот когда вы сами себе придумали задачу, вы там всех террористов накрыли, а когда террористы настоящие, то... Оказалось, никого и нету. Да, не может сделать вообще ничего, да, и было довольно, ну, и грустно, и смешно смотреть, как робко заходит спецназ ФСБ в здание через 10 минут после того, как оттуда уехали все террористы. Субтитры сделал DimaTorzok